Вот когда на этом канале будет миллион подписчиков, тогда я буду счастлив. А сейчас всего 970 тысяч. Ну что это вообще? Еще мне нужна своя квартира, но сразу я ее купить не могу, поэтому возьму ипотеку. И вот лет через 20 я смогу выдохнуть, а там уже и пенсии, а не за горами. Можно будет наконец-то расслабиться. А пока надо потерпеть, это еще не жизнь, это подготовка. Жизнь будет тогда, не сейчас. Не так ли? В этом видео говорим о синдроме отложенной жизни, что это и как его побороть. Ставь лайк, если знакомо, и поехали. Вот вырасту, вот перееду, вот накоплю. Да, этот ролик начинается с цитаты группы ГРОД, хотите вы этого или нет. Действительно, синдром отложенной жизни может начаться еще в детстве. Когда мы мелкие, у многих из нас есть только одна глобальная мечта – вырасти. Мы мечтаем, что когда станем взрослые, сможем сами решать, что нам есть, когда идти спать, и будем играть в компуктер столько, сколько захотим. И когда эта мечта не просто хороший бонус, а всепоглощающая цель, мешающая наслаждаться текущим детством, то тут уже можно говорить о синдроме отложенной жизни. Итак, большинство из вас уже взрослые. Перечисленные плюсы взрослости и правда стали нам доступны. Но вместе с ними пришли и всяческие заботы. Надо зарабатывать деньги, следить за здоровьем, еду готовить, налаживать отношения и так далее и тому подобное. Не наступило то блаженство, которое виднелось из детства. И тут мы начинаем выстраивать новые цели. Например, вот сейчас я поработаю на этой нелюбимой работе, только чтобы опыт получить и денег подкопить, а потом я найду любимое дело и буду кайфовать. Это просто очередная ступень синдрома отложенной жизни. Ладно, так что же это за зверь такой? Синдром отложенной жизни – это не болезнь, а образ мышления, при котором человек пытается заранее подготовиться к жизни. Но проблема в том, что эта жизнь никак не наступает. У человека с этим синдромом всегда впереди какое-то светлое будущее, которое кардинально улучшит его жизнь, в то время как текущая жизнь воспринимается лишь как репетиция той настоящей. Давайте кратко по истории пробежимся. Термин «синдром отложенной жизни» появился относительно недавно, в 1997 году. И ввел его, если верить в Википедии, наш соотечественник, доктор психологических наук профессор Владимир Серкин. Понятно, что сам феномен существовал и раньше, но Серкин описал его при изучении психологии жителей Севера, которые годами живут идеей переезда. И разница с обычным неврозом тут в том, что при неврозе существует обобщенная схема «хочу-не могу», а при неврозе отложенной жизни «хочу-могу-не позволяю себе». Серкин писал, что первое упоминание о синдроме можно найти у писателя Киплинга, который описывал жизнь англичанина, проживавшего в колонии, и ждущего возвращения в Англию, чтобы начать реальную жизнь. Откуда же берется это напасть? Конечно же, существует версия, что, как обычно, из детства. Синдром может развиться, если родитель закладывает ребенку убеждение, что любовь, радость, счастье и другие положительные чувства – вещи – обязательно нужно заслужить, сделав нечто крайне значимое. В результате человек теряет способность наслаждаться текущим моментом. Даже если у него уже есть достижения, ему всегда будет казаться, что этого недостаточно. Нужно сделать еще это, это и это. А пока ты не достиг каких-то выбранных собой же целей, ты якобы не имеешь права быть довольным, счастливым и любить себя безусловно. Основная проблема в том, что того самого момента, той самой жизни, к которой человек стремится, никогда не наступает. Мы всегда найдем то, что мешает идеальной картинке в голове. Личный пример. Я думал, что когда уйду с нелюбимой работы, то у меня никогда не будет проблем со своим любимым делом. Всегда будет желание и силы работать. Но вот я стал ютуб-блогером, у меня вроде бы нормально получается, но перед тем, как сесть за этот ролик, я несколько дней прокрастинировал и с ужасом смотрел на то, что мне придется что-то создавать с нуля. Правда в том, что даже если сейчас у вас нелюбимая работа и вам кажется, что когда будет любимая, это сразу избавит вас от всех страданий, то нет. Даже любимое дело иногда надоедает. Или у вас кончаются силы, или наступает кризис идеи и так далее. Очень хорошо, кстати, просматривается недостижимость идеалов на примере денег. Нам кажется, что если мы будем зарабатывать больше, то мы наконец-то сможем себе позволить все, что захотим. Но, как правило, с увеличением доходов растут и наши потребности. И эта гонка не заканчивается. В этой игре не победить. Синдром отложенной жизни заставляет нас обесценивать нашу текущую жизнь. Ведь все, что есть сейчас, очень быстро воспринимается как должное. Даже если несколько лет назад о нашей текущей ситуации мы только мечтали. Опять же, примеры можно взять из детства. Если у вас были требовательные родители, то вам может быть знакома следующая сцена. Получил 4? Нечего радоваться, нужно 5. Получил 5? Это еще не золотая медаль, ничего особенного. Получил золотую медаль? А Олимпиаду не выиграл, так что не считается. То есть все успехи ребенка обесцениваются, что переходит и во взрослую жизнь. Ты можешь достичь объективных успехов, но голос из детства всегда будет говорить тебе, что тут нет ничего особенного. Как же победить эту разрушающую установку? Лучше всего, конечно, обратиться к психотерапевту и вместе со специалистом постараться изменить глубинные установки. Но кое-что можно начать делать и одному. Первое. Учитесь быть. Не думать, не делать, а просто присутствовать. Попробуйте прямо сейчас. Что вы чувствуете в теле? Вам удобно? Какая рука кажется тяжелее? Левая или правая? Чувствуете ли вы сейчас какой-то запах? Что вы видите? Что вы слышите? И так далее. Такие вопросы о том, что вы чувствуете прямо сейчас, позволяют вернуться в настоящий момент. Это именно то, что упускают люди с синдромом отложенной жизни. Такое упражнение помогает в том числе и от тревожности. Делайте его, когда вы замечаете, что слишком увлекаетесь мыслями о будущем. Еще один лайфхак против тревоги о будущем. Задайте себе два вопроса. Первый. Могу ли я сейчас что-то сделать для достижения своей самой главной цели? Второе. Есть ли у меня на это энергия? Если хотя бы на один вопрос вы ответили отрицательно, значит переключайтесь на настоящее и наслаждайтесь тем, что есть. Потому что наступление счастливого будущего вы никак не ускорите. Второе. Прекратите терпеть. Вам нужно понять, что в вашей жизни вы терпите. Лучше всего составить список. Это могут быть как большие трудности, так и маленькие. Например, плохая инфраструктура в районе или едкие замечания в вашу сторону от коллеги. Напишите напротив каждого пункта, что вы будете делать, чтобы больше не терпеть. Так вы будете наращивать любовь и уважение к себе. Третье. Старайтесь чаще радовать себя небольшими жизненными удовольствиями. Счастье не нужно заслуживать. Вы прямо сейчас можете себя радовать. Сходите в кино, съешьте любимый десерт или купите понравившийся свитер. Для этого не нужен повод или какое-то достижение. При этом используйте то, что вас порадовало. Если вы купили новый свитер, то не надо откладывать его на особенный повод. Носите его так же, как и остальные вещи. Все же знакомы с привычками наших бабушек, которые убрали в шкаф красивую посуду и достают ее только по праздникам в лучшем случае. Не повторяйте их ошибок. Четвертое. Отмечайте победы. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь мечту или глобальную цель. Но ее необходимо разбить на множество маленьких целей. И как только вы что-то из этого будете выполнять, хорошенько поздравьте себя. Отмечайте все свои достижения. Они все имеют значение. Даже самые небольшие. И не забывайте отдыхать. Отдых – это необходимость. Пятое. Ищите поддержку. Знаете про феномен ведра с крабами? Если один пытается выбраться на свободу, то другие ему не помогают, а хватаются за него и стягивают вниз. В жизни также нужно избавляться от таких людей-крабов. Если ваше окружение не верит в вас, говорит «зачем тебе это надо?», «куда ты лезешь?», «с жиру бесишься?» и так далее, то стоит сокращать общение с такими людьми. Нам необходима поддержка близких людей. Знаете, что такие люди существуют, и если сейчас их нет рядом с вами, это не значит, что вы не сможете их найти. Банальная фраза «живите сейчас» вряд ли кого-то мотивирует. Но если вы хотя бы осознаете, что у вас есть синдром отложенной жизни, это будет первым шагом на пути к улучшению. Вряд ли можно раз и навсегда от него избавиться, но жизнь – это путешествие. Ее нельзя пройти как компьютерную игру. Тут нет однозначной дороги к победе. Есть только процесс, который и является самым главным. Помните об этом. Ну а дополнительный контент ищите у нас в Телеграме. Ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Присоединяйтесь вы, чтобы получать аудиоверсии наших роликов раньше, чем все остальные на Ютубе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова